Я, вы знаете, решила выступить потому, что вот я не являлась участником этих революций, или кто-то говорит, слушайте, это был переворот, революция, вопрос. Но мне кажется, мы не совсем похожи на страну, которая прошла вот такие события. Потому что сегодня страны, которые прошли такие, они демонстрируют это, понимаете, они достигли этого. А мы с вами сидим сейчас, вот маленький круг людей, потому что, когда ты выходишь наружу, мы же не видим этих результатов. Я не понимаю, почему президент, который был тоже среди инициаторов революции, он не имеет по правую руку это гражданское общество. Потому что, я так полагаю, если я что-то такое совершаю, дальше я всех все время держу, СМИ, гражданское общество. И каждый раз спрашивать, я правильно делаю. Ту-ра-ва-ра-тан-бу-джи-джопу. Это нам очень важно. И меня вот это удивляет, потому что, понимаете, в стране, да, вот после революции у нас продолжает быть популизм, вранье, иррационализм, неразумность каких-то действий. Мы не выглядим, как цивилизованная страна. И поэтому сегодня, в последнее время, когда я выступаю, я использую идиому «пересечь Рубикон». Юлий Цезарь когда-то использовал, когда он принял неотвратимое решение пересечь эту Красную речку и захватить Рим. Я против насильственных действий. Но я хочу сказать, что сегодня ситуация в стране, вот, разные аспекты нашей жизни, они говорят о том, что мы должны принять тоже какое-то действие. Потому что невозможно продолжать вот так жить. Самое главное, мы прекрасно знаем, что сегодня население малограмотное. Сегодня население бедное. Проценты там разнятся, когда смотришь разную статистику. Но я работаю в Токмаке, 60 только километров отсюда. И я вам хочу сказать, что целина, ничего не шевелится. Я так рада, что я туда поехала. Потому что я поняла, что я сегодня могу шевелить периферию. И сегодня катастрофическая ситуация с тем, что у нас дискриминация в 21 веке 17 года. Малых городов, деревень. Да что там, самостройки, посмотрите здесь, да. Ночью проезжаешь, когда с работы, ты видишь, ни света нет, ни канализации, ни воды. О чем, зачем мы это сделали, если всего этого нет? И я хочу сегодня что сказать. Что вот, я не знаю, наверное, мы все ответственны. Вот за то, что сегодня вот президент Алмазбек Атамбаев. Потому что я каждый раз думаю, почему, когда я показывали митинги, все, почему я не прислушалась, о чем этот человек говорил. Потому что я должна была, как преподаватель лидерства, услышать, что у человека нет стратегии. У него нет просто видения развития этой страны. И получается, что сегодня мы все ответственны. И поэтому мы должны вот сидеть и вот смотреть, видеть, что сегодня происходит. Посмотрите, ведь у нас ничего не изменилось. Вот был единственный представитель власти сегодня, да, это глава ЦИК. Понимаете, я что заметила? Вот все время страх в глазах и в голосе. Потому что мы вызываем страх, и страх вызывает сам президент или правительство, потому что боятся потерять эту работу. Но на самом деле, если вы посмотрите на цивилизованные страны, вы знаете, там кругом все члены правительства пытаются объяснить народу. Как-то, понимаете, помочь народу. Я бы хотела, чтобы у нас это все произошло. И поэтому я лично, например, собираюсь пересечь Рубикон, я приняла такое неотвратимое решение. И я вообще призываю всех моих единомышленников обязательно принять участие в этой предвыборной гонке, потому что в нашей стране есть другое мнение, и я буду его придерживаться. И я обязательно хочу просмотреть, как это все, так сказать, будет происходить. И я думаю, что мы обязательно изменим жизнь к лучшему.